Привет всем бравым Гардианам, с вами Джонни Лени из канала Трипл Вайп. Сегодня мы продолжаем цикл роликов о каждой ПВП карте, что попадаются игрокам в режиме Трайлс оф Осайрис. На этой неделе бои проходили на хорошо знакомой всем Гардианам карте Твилайт Гэп. Я бы сказал, что это самый удачный и интересный вариант из тех карт, что попадались нам за последние несколько недель. Карта очень гибкая, тут вам и коридоры, и комнаты, в которых можно вывести противника на близкую дистанцию и встретить с дробовиком, и открытые пространства для снайперов. На протяжении всей нашей вчерашней игры нам ни разу не попались одинаковые играющие противники, у каждой команды было что-то своё. Но давайте всё-таки разберёмся, как на Твилайт Гэп можно получить преимущество, а как играть не рекомендуется. В первую очередь заметим, что это одна из тех карт, разделяться на которых крайне нежелательно. Карта большая, на два этажа, на ней много укрытий и коридоров. А это значит, что если одного из игроков вашей команды подстрелили, не рядом с вами, то добраться до него будет очень непросто. Используйте это как в свою пользу, держась всегда рядом со своими тиммейтами, так и против ваших соперников, пытаясь вытянуть их по одному и не давая поднять убитых. Также мы бы рекомендовали избегать площадки со спешл патронами, в центре карты, поскольку на ней вы как на ладони, и обойти вас могут с любой позиции. Так что если вы появляетесь на верхнем респе, внутри здания, то лучше оставайтесь внутри, пройдите чуть правее и встречайте противника на удобных для вас позициях. Если же вы начинаете игру с респа, что на улице, то тут к первому варианту добавляется игра на снайперках, поскольку этот респ очень открытый, и против игроков, которые стараются выйти с вами на ближнюю дистанцию, можно как раз отойти чуть назад, а то и вовсе остаться на респауне и контролировать подходы издалека. Но не забывайте, что любая тактика, при которой вы выжидаете противника близко к точке своего респауна, это всегда большой риск. Умелые противники легко воспользуются этим, не позволив вам выйти с него, и могут просто забрать точку по истечении времени. Что касается раунда с хэви патронами, то тут мы никогда не разделялись своей командой и брали ближние к нашему респауну патроны. Обратить внимание стоит лишь на то, что хэви, которые появляются на улице, часто контролирует снайпер с противоположного респауна, а потому старайтесь сразу от него избавиться и прячьтесь за укрытие. За 5 побед на этой неделе вы получите ботинки, ну а за 7 побед фьюжн винтовку. На этом всё, спасибо за просмотр, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на наш канал и не забывайте о нашей группе ВКонтакте, там вас ждёт много интересного. На днях мы открыли свой небольшой магазин мерча, с его ассортиментом вы также можете ознакомиться в нашей группе. Ну а я с вами прощаюсь, лёгких 9.0 вам, пока! Субтитры сделал DimaTorzok